Вот вы сидите на работе в офисе. Сутулившиеся плечи, вытянутые вперед шеи, глаза приклеены к экрану монитора. Внешне вы сконцентрированы, но в теле прямо сейчас происходит патологический процесс. Мышцы плеч, грудной клетки и шеи перегружаются и становятся жесткими. Вместе с тем другие мышцы в этих же отделах недостаточно нагружены и постепенно становятся слабыми. Голова, которая подается вперед, чтобы вы смотрели на экран, давит на суставы шейного отдела позвоночника. И в будущем это чревато болями в шее и головной болью. Этих неприятностей можно избежать, если выполнять несложные упражнения или асаны, как их называют в йоге. В современном мире очень остро стоит вопрос, собственно, у всех нас, у всех людей окружающих нас, связанный с позвоночником. Современный ритм жизни, работы, как правило, сидячий образ жизни. Человек доехал на машине до работы или в общественном транспорте, сел на работе, сидит весь день. Приходя вечером домой, человек, как правило, садится перед телевизором. Вот, соответственно, сидений очень много, мало подвижностей. В этой связи позвоночник является одним из узких мест для современного человека. Как правило, боли в шейном, в поясничном отделах, реже в грудном, но и в нём тоже встречаются. Знакомы почти каждому из нас. Каждый может спросить близкого своего идея или даже вспомнить свой прежний какой-то опыт, а может даже текущий. И, как правило, где-то что-то в спине в позвоночнике и побаливало. На самом деле, решение есть. Не сказать, что это панацея и в 100% случаев всем одно и то же средство и лекарство поможет. Вот, тем не менее, в большинстве случаев достаточно делать несколько упражнений для шейного отдела, для поясничного, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Или уменьшать болезненность, или способствовать укреплению позвоночника, связок, мышц и предотвращению возможных болей впереди. Не только работа за компьютером становится причиной проблем с шейным отделом позвоночника. Общение с гаджетом, сидячей работы, вождение машины, постоянная нагрузка только на одну руку. Например, если вы носите сумку всегда только на правом плече. Всё это также приводит к болезням шейного отдела позвоночника. Шейный отдел. Основная проблема, связанная с ним, это неправильное положение шеи в течение длительного времени. Ну, например, если посмотреть на людей со стороны, присмотреться, каждый из нас может посмотреть на улицу, общественный транспорт, на работе. У многих людей голова шеи немного сдвинута вперёд, а у некоторых даже и немного сильно. И большинство людей так и ходит, привыкая, и это положение становится нормальным. Как правило, связано с тем, что на работе мы сидим перед компьютером, мы сидим перед столом, голова немного сдвигается для удобства восприятия информации. Что это даёт в течение длительного времени в перспективе? Мышцы задней поверхности шеи становятся более жёсткие, короткие и сильные. Они стягивают постепенно затылок и нашу спину, приближая их друг к другу. Соответственно, шея немного выгибается вперёд, увеличивается её прогиб шейного отдела, увеличивается лордоз. В то же время ослабевают мышцы передней поверхности шеи. Они становятся слабые, более вялые. И в совокупности здесь мышцы ослабляются из-за постоянно запрокинутой головы. Здесь мышцы сзади становятся более крепкими. И постепенно голову начинают утягивать, утягивать, утягивать назад. И для человека в течение времени такое положение остаётся нормальным. Можно сказать, ну и что? Ну и хорошо. Нормально, значит, нормально, так удобно и должно быть, работать удобно. С одной стороны, да, но с другой стороны, такой слишком избыточный большой прогиб шеи, он способствует ухудшению кровоснабжения головного мозга. Смещаются позвонки, сжимаются позвоночные артерии из-за того, что каналы в позвонках должны быть друг над другом, а из-за смещения вперёд канальчики поджимаются. Соответственно, позвоночная артерия передавливается, передавливается, и кровоснабжение головного мозга хуже, хуже от этого головные боли, боли в шее. Исходя из вышесказанного, достаточно простые упражнения, которые могут корректировать данное положение, данное состояние и положение головы. Я уже сказал, что передняя поверхность шеи, как правило, ослаблена, задняя перенапряжена. Соответственно, очень простое упражнение можно сделать в этой связи. Руки нужно собрать в кулаки, предплечье сблизить, подвести руки к шее, к подбородку, сдвинуть голову в начальное её обычное положение. Это для многих будет крайне непривычно. Подставить руки снизу, зафиксировать и подбородком мягко и в течение минуты-двух, то есть долго давить вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что получается? Руки неподвижны, мышцы передней поверхности шеи напрягаются. Вот их слабость, которая позволяет голове всё время закидываться, запрокидываться, будет уменьшаться на их тренированном статическом режиме длительное время. Мягко давим, давим. Напряжение шеи должно быть слабым, средним, не изо всех сил, не нужно. Руки ставятся неподвижными. Ну, соответственно, здесь важно держать ровное положение головы. Не дайте сдвинутые остатки вперед, запрокинтые. Выровнять шею, выровнять голову, поставить руки. Одна-две минуты в день. Это первая составляющая. Мы усиливаем мышцы передней поверхности шеи. Но нужна и вторая. Нужно заднюю поверхность шеи расслабить, чтобы голова могла бы наклоняться, чтобы мышцы не утягивали назад. Это делаем обычным наклоном. Также сдвигаем голову шею назад, выравниваем их подводник к вертикальной оси тела, делаем наклон головы. Одной рукой можно мягко его добавить. Например, нажать сверху на затылок, макушку, локоть кпереди, и рукой, практически своим весом, без особого усилия, наклон мягко добавить. Во времени также около минуты. В это время можно понаблюдать за растяжением мышц задней поверхности шеи или шейно-грудного перехода, те, что напряжены и закидывают голову. А варианты другие, что можно сделать с тех же соображениями, чтобы напрять здесь, расслабить тут, заодно и потренировать боковые мышцы. Также голову выравниваем, ладошки ставим впереди перед лбом, руки фиксируем и мягко нажимаем головой вперед. То есть задаем такое же напряжение передней поверхности шеи. С течением времени, когда мы так находимся в этом удержании, лучше это делать перед зеркалом, надо следить за тем, чтобы голова постепенно не уходила вот сюда, в протракцию, вперед. Это обычное движение. Шея, как правило, долго не удерживает напряжение, начинает сдаваться и голова сдвигается. Допускать нельзя, надо оставить ровной, все время поправлять или смотреть в зеркало, чтобы голова была бы ровной. Если есть слабость мышц задней поверхности шеи, тренируется все в совокупности. Спереди, сзади, боковые поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если шея болит, вот где-то есть грыжи, протрузия, не беспокоит. Рука не имеет как-то иногда или все время как-то покалывать, не очень комфортно, вот затекает. Можно делать небольшую тракцию. Ну, это нужно, то есть вытяжение. Лучше посоветоваться с доктором можно нельзя, потому что бывают разные случаи. Но в целом выполняется следующим образом. Рука собирается в кулак, ставится под подбородок, подбородок наклоняется, то есть делается упор, грудина и подбородок, создается распорка. Небольшой наклон головы и мягкое вытяжение вниз. То есть как будто голову пытаемся мягко кувыркнуть вперед. Соответственно, подбородок у нас не сдвигается, находится в упоре, а вторая рука мягко голову дотягивает. Получается, голова совершает кувыркательное движение, начало его, сопровождающееся вытяжением позвонков. Это будет облегчать состояние болезненности, если, например, есть куда-то в руку, в шею, как-то ноет, колет, не имеет, стреляет. Какой бы отдел позвоночника не страдал, начинать нужно с упражнений над всей спиной сразу, укрепляя мышцы и снимая спазмы. При болях и дискомфорте в шее нельзя делать активные движения головой, глубокие повороты и наклоны. Все только на расслабление и очень медленно. В следующей программе мы покажем упражнения, которые позволят облегчить боли в пояснице. Маленькая белая горошина обернулась на этой неделе комом в горле. Академия наук объявила гомеопатию уже наукой. Кстати, уже не в первый раз. Не могут никак ученые найти объяснение тому, как шарик, в котором кроме сахара ничего и нет, может вылечить от сотен самых разных болезней. Спор о чуде превратился в настоящую бойню. О том, что гомеопатию назвали лженаукой, обсуждали даже бразильские телеканалы. Этот метод лечения придуман разочаровавшимся в медицине немецким врачом Самуилом Ганеманом в конце 18 века. Он заметил, что хинин, которым лечат малярию, у него самого вызывает жар. А поскольку основной симптом малярии – высокая температура, он решил, что любую болезнь можно лечить тем средством, которое вызывает ее симптомы. Это и есть принцип подобия, лежащий в основе гомеопатии. Это достаточно сложная область медицины, которая позволяет воздействовать на организм через волновые колебания, наносцатов, кластеров ады и так далее. У них разные названия. Попадая в организм, они резонируют с рецепторами клеток в зависимости от изначально растворенного вещества и вызывают ответную реакцию, которую мы хотим получить. Если эта реакция организму выгодна энергетически, то она сохраняется. То есть человек выздоравливает. Если она энергетически невыгодна, то состояние возвращается к предыдущему своему состоянию. Если мы упорно даем гомеопатический препарат очень длительного времени, то есть, допустим, 5-7 дней, там высокие потенции, то вызывается гомеопатический пробинг, по которому симптомы раньше и определяли. Сначала гомеопат очень тщательно расспрашивает больного о всех его жалобах. Затем, опираясь на опыт и специальные справочники, подбирает одно средство, наиболее соответствующее всем симптомам больного. Поэтому гомеопаты говорят, что они лечат не болезнь, а больного. Надежда – пациент гомеопатического центра. С помощью таких препаратов смогла избавиться от укачивания в транспорте, который беспокоил ее с детства. Пользовалась подручными средствами, ну, как в интернете пишут, там, карамельку, грубо говоря, сосать, там, попить воды просто. А потом уже мне подобрали лекарства, чтобы, ну, не каждый раз что-то с собой брать, а, ну, я пила раз в месяц, по-моему, и, получается, у меня эффект был длительный. В Российской академии наук пытаются доказать, что гомеопатические препараты так сильно разведены в воде, что от исходного вещества не остается даже молекулы. Лишь сахар, спирт или вода. Но тут в спор вступают врачи, которые практикой готовы доказать – гомеопатия действительно лечит. На их глазах люди встают на ноги. И это не эффект плацебо, когда пациент сам верит в эффективность лекарства. Действует не само растворенное вещество, как правильно замечали многие до меня, вещества там может вообще не быть. Во время потенциирования гометического препарата вещество за счет своих физических свойств и физических свойств воды передает свои колебания на воду. И вода, в силу своих свойств, формирует устойчивые динамические кластеры. Ну, надо ассоциаты их по-разному называть. И именно они уже в дальнейшем действуют на организм. Самое вещество даже не только действует, оно как таковое мешает. Если содержится в растворе большое количество вещества, то эти ячейки практически не образуются из-за хаотического диссонанса между вот этими колебаниями вещества и кластера. Каждый человек в повседневной жизни сталкивается с препаратами гомеопатии. Гомеопатию плюсом к основной терапии повсеместно назначают педиатры. Препараты от гриппа и простуды для лечения горла от высокой температуры. Вопрос, а помогает ли это все на самом деле. Или к концу третьего дня иммунитет сам справляется с болезнью. Здесь уже судить родителям и врачам. Кто-то с самого первого дня начинает пить антибиотики и поить имя своего ребенка. В любом случае это индивидуальное дело каждого, говорят врачи. Главное, чтобы у пациента оставалось право выбора. Субтитры динамом. До свидания. Продолжение следует...